Добрый день, меня зовут Касап Фанри, я проживаю в городе Минске. И так получилось, что 25 марта 2017 года я оказался на проспекте независимости, где меня в 14 часов в районе входа в метро станции Площадь Победы задержали сотрудники органов внутренних дел. Причем задержали они меня ни слова не говоря, не представляясь, не объясняя причин. В течение двух минут они меня усадили в автозак, изъяли мобильный телефон и через некоторое время я оказался в московском РВД. В течение всего этого времени никто никаких пояснений мне не давал. В РВД я провел 7 часов, ну где-то с 14 до 21 часа. И в 9 часов вечера меня оттуда отпустили. При этом никаких вопросов, никаких протоколов не оформлялось, вопросы не задавались. Единственное, что за это время произошло, это примерно 2 часа содержания в числе остальных задержанных в условиях непогоды весенней. Затем личный осмотр или обыск изъятий вещей. Затем непонятно зачем и для чего дактилоскопия. Затем фотографирование. Ну, все это сильно походило на то, как будто оформляется какое-то уголовное дело на преступника. То есть, какие-то у меня такие мысли были. И к 9 часов вечера, без каких бы то ни было объяснений, меня выпустили. Я некоторое время провел в задумчивости, а затем решил написать жалобу, запрос. Я написал, потом выяснилось, что это не единственная жалоба. То есть, в течение года я получил из различных структур МВД 8 писем. Суть и содержание сводятся к одному. Все, что с вами произошло в рамках закона, сотрудники МВД имеют право, и они просто реализовали вот это свое право, ну и все, в общем-то, все нормально. Мне представляется, что здесь что-то не так, потому что де-факто задержание сильно походило на похищение средь бела дня. И, в общем-то, никаких ответов на вопросы свои я не получил. Более того, получается, что вот эти все события, сильно напоминающие беспредел, они соответствуют закону. Любопытно в этой ситуации то обстоятельство, что все мои жалобы и запросы на проведение проверки отправляются в структуру, которую, очевидно, необходимо проверять. То есть, совершившему нарушение или право нарушения предлагается проверить вот факт нарушения. Это, на мой взгляд, странновато и наивно полагать, что нарушившие будут подтверждать факт нарушения. Ситуация так длится уже год. Без каких-то не было изменений и прогресса. Продолжение следует...